Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики конвейерных сушильных установок. Основным рабочим органом конвейерной сушильной установки является конвейер, который проходит в закрытом коробе. На конвейере помещаются высушиваемые продукты. Это фрукты, чай, травы, грибы и другие пищевые продукты, которые принято сушить путем разрезания на мелкие кусочки. Сушильный агент подогревается в колориферах до 100 градусов Цельсия, после чего подается в сушильную зону. Конвейерные сушилки могут выполняться многоярусными. В таком случае происходит пересыпание продукта с одного яруса конвейера на другой в процессе сушки. Транспортерные ленты могут быть выполнены как в виде прорезиненных лент, так и в виде сетки металлической или капроновой. Конвейерные сушилки предназначены для сушки сухарей, фруктов, овощей, пищеконцентратов, чая и других продуктов, нарезанных на мелкие куски. Сушилки представляют собой прямоугольные камеры, внутри которых расположены конвейеры и снабженные вентиляционным оборудованием. Сушка осуществляется чистым нагретым в паровых или огневых колориферах воздухом. Температура воздуха зависит от вида высушиваемого продукта и влажности и достигает 100 градусов Цельсия. Имеются одноярусные и многоярусные конвейерные сушилки. Последние довольно широко распространены. Материал в них перемешивается, пересыпаясь с одной ленты на другую. К конвейерным сушилкам относятся сушилки марок Т1ЧСП и ЧСП1М, Г4КСК90, СКО90, СПК4Г15, СПК4Г30, СПК4Г45, СПК4Г90, А9КШБ и Р3ФПМ208А. Сушилки Т1ЧСП и ЧСП1М. Сушилка Т1ЧСП предназначена для сушки скрученного чайного листа. Устанавливается на чайных фабриках, производящих черный и зеленый байховый чай, а также лауча. Сушилка ЧСП1М, представленная на слайде, состоит из сушильной камеры 3 с загрузочным элеватором 4, смесительной камеры 1, вентилятора 2 с приводом, разравнивателя 5 и выносных транспортеров, работает по принципу противотока. Сушильная камера закрыта со всех сторон. Изготовлена из чугунных плит и панелей из листовой стали. В нижней части ее предусмотрен подвал для подачи воздуха. В сушильной камере в 4 ряда установлены пластинчатые конвейеры с опрокидывающимися пластинами. В результате обе ветви каждого конвейера используются в качестве рабочих поверхностей. Камера снабжена шлюзовым затвором для выгрузки высушенного продукта. Движение конвейеров и механизмов сушильной камеры от главного привода. Загрузочный элеватор крепится к сушильной камере. На нем смонтировано разравнивающее устройство с индивидуальным электроприводом. Теплообменник представляет собой камеру, собранную из чугунных плит. В передней и задней плитах соосно расположены гнезда, в которые вмонтированы колориферные трубы. С целью лучшего теплообмена в них вставлены спирали из листового железа. Боковые плиты, левая и правая, имеют двустворчатые двери из листового материала. К задней плите прикреплен воздухосборник. Топка и камера догорания обмурованы огнеупорным кирпичом. Для подачи и распыления топлива, мазута, топка снабжена форсункой и вентилятором высокого давления. Воздух в колориферных трубках нагревается до необходимой температуры и подаётся вентилятором в сушильную камеру. Сушилка ЧСП-1М отличается от сушилки Т1ЧСП производительностью и вентиляционным оборудованием. Технические характеристики сушилок представлены в таблице на слайде. Сушилка конвейерная ленточная Г4КСК-90 предназначена для сушки картофеля и других овощей. Применяется на консервных и овощесушильных предприятиях. Может использоваться в хлебопекарной, макаронной и других отраслях промышленности. Представляет собой теплоизолированную сушильную камеру. Внутри которой расположены один над другим пять бесконечных ленточных конвейеров. Со всех сторон корпуса имеются теплоизоляционные двери, обеспечивающие доступ к конвейерам во время осмотра, чистки и ремонта. Каждый ленточный конвейер смещен относительно другого по длине сушильной камеры. Для пересыпания продукта с одной ленты на другую. Для загрузки продукта в сушильную камеру предусмотрен транспортер 2, на котором установлен раскладчик 1, скребкового типа. Оба они приводятся в движение от автономной приводной станции 12. Для перемешивания продукта с целью равномерной сушки и предотвращения слепания в начале верхнего ленточного конвейера установлен ворошитель-разравниватель. Посредине корпуса ворошители над верхними ветвями 3-х ленточных транспортеров, приводимых в движение от автономного привода 5. Для очистки лент от налипшего продукта над нижними ветвями двух верхних ленточных конвейеров расположены щетки. Поверхности барабанов очищаются от налипшего продукта скребками, установленными у натяжных барабанов 1, 2 и 3 ленточных конвейеров. Для привода ленточных конвейеров сушильной камерой служат 2 станции 10. Одна приводит в движение 1, 3 и 5, другая 2 и 4 конвейеры. Кроме того, станции приводят в движение ворошитель-разравниватель и щетки. Между барабанами ленточных конвейеров сушильной камеры установлены колориферы. Для удобства настройки на заданный технологический режим на каждом ярусе колориферов имеются манометры. Пар под давлением подается через редукционный клапан в коллектор, а далее к каждому ярусу колориферов. На двух нижних лентах предусмотрена защита колориферов от попадания продукта. Над каждым ленточным конвейером установлены термометры сопротивления, которые являются датчиками температуры. Для удобства обслуживания сушилка комплектуется лестницей 8, которую можно легко передвигать вдоль сушильной камеры. Продукт, подлежащий сушке, поступает в загрузочный бункер раскладчика. Раскладывается по ширине питающего бункера, на котором установлена заслонка, регулирующая высоту слоя продукта на ленте наклонного конвейера. Далее продукт поступает на верхнюю ленту конвейера сушильной камеры, затем на вторую и так далее. Переходя последовательно 5 лент до выхода высушенного продукта из сушилки. Под каждым конвейером установлены колориферы. Свежий воздух забирается из-за помещения через отверстия между корпусом сушилки, полом и стойками фундамента и проходит через продукт снизу вверх. Технические характеристики сушилки представлены в таблице на слайде. Сушилка СКО-90 с огневыми колориферами на жидком топливе предназначена для сушки овощей, фруктов и другого растительного сырья, допускающего пересыпание с одной конвейерной ленты на другую. Применяются на предприятиях, не имеющих промышленного пара. Сушилка представляет собой закрытую теплоизолированную камеру, внутри которой расположены один над другим 5 бесконечных ленточных конвейеров. Каждый из них смещен относительно другого, по длине сушильной камеры, для пересыпания продукта с одной ленты на другую. Со всех сторон корпуса имеются теплоизоляционные двери, обеспечивающие доступ к конвейерам. Для загрузки продукта в сушильную камеру и равномерного распределения его по ширине конвейерной ленты предусмотрен загрузочный конвейер, который приводится в движение от автономной приводной станции 2. Для перемешивания продукта над верхними ветвями трех конвейеров предусмотрены ворошители. Для очистки лент от налипшего продукта под нижними ветвями двух верхних конвейеров установлены щетки. Для очистки поверхности барабанов предусмотрены скребки. Теплогенераторы 10 предназначены для нагрева агента сушки воздуха без непосредственного контакта его с продуктами сгорания. Нагрев воздуха осуществляется через стенку теплообменника. Теплогенераторы соединены последовательно, попарно в каждом контуре теплоносителя. Система циркуляции агента сушки представляет собой два замкнутых контура, в каждый из которых входят центробежные вентиляторы 8 и 9. Круглые воздуховоды 11, коллекторы 5, вытяжные короба 6, конфузоры, сушилка и теплогенераторы. Для выброса части отработавшего сушильного агента и подсоса свежего воздуха в системе воздуховодов установлены ручные и автоматические клапаны. Управление теплогенераторами и сушилкой автономное. Загружаемый материал равномерно распределяется по ширине наклонного конвейера и поступает на первый конвейер сушильной камеры. Аналогично происходит движение продукта на остальных конвейерах до выхода из сушилки. Во время сушки подогретый воздух проходит через продукт сверху вниз и частично выбрасывается в атмосферу. Технические характеристики сушилки представлены в таблице на слайде. Паровые сушилки типа СПК-4Г Сушилки СПК-4Г 15, 30, 45 и 90 предназначены для сушки овощей и плодов, короткорезанных макаронных изделий и других продуктов. Сушилки типа СПК-4Г представляют собой камеру, закрытую металлическими щитами и дверями. В сушилке СПК-4Г одно вытяжное устройство. В сушилках СПК-4Г 30 и 45 – два. В сушилке СПК-4Г 90 – три вытяжных устройства. Опорной части сушилки является станина 2. Внутри которой расположено 5 пар барабанов диаметром 246 мм. Каждая пара несет на себе бесконечную сетчатую проволочную ленту из нержавеющей стали. Один из барабанов в каждой паре является ведущей, другой – натяжным. Диаметры звездочек ведущих барабанов различны. Следовательно, не одинаковы скорости движения лент и длительность нахождения продукта в отдельных зонах. Для очистки барабанов от налипшего продукта служат скребки, установленные на барабанах. Наклонный конвейер 4, установленный под углом 40 градусов к горизонту, служит для подачи продукта в сушилку. Секции паровых колориферов расположены в пространстве между ветвями каждого конвейера. В колориферы подается пар под давлением 0,3-0,8 мегапаскаль. В сушилках СПК-4Г-15 и 30 – естественная вытяжка. Разность температур между внешней средой и рабочим пространством сушилки создает естественную тягу воздуха. Интенсивность вытяжки влажного воздуха можно регулировать специальным клапаном. В сушилках СПК-4Г-45 и 90 – вытяжка принудительная. В сушилке СПК-4Г-45 вытяжное устройство включает 2 камеры и 2 вентилятора. В сушилке СПК-4Г-90 – 3 камеры и 3 вентилятора. Производительность вентиляторов регулируют клапаном, установленным в головке вытяжной камеры. Воздух забирается из помещения через подвижные шторы части сушилок. Очищенный и нарезанный продукт, пройдя бланширователь, промывается холодной водой. И наклонным конвейером подается на верхнюю рабочую ленту сушилки. Затем на вторую, третью и так далее. Проходя последовательно 5 лент. Нагретый в колориферах воздух, проходя слой продукта, поглощает влагу и выводится в атмосферу. 4 яруса сушилки предназначены для сушки продукта. На пятом ярусе продукт охлаждается до температуры цеха. В конце пятой ленты в сушилке предусмотрен лоток для выгрузки. Технические характеристики сушилок типа СПК-4Г представлены в таблице на слайде. Сушилка А9КШБ предназначена для подсушки этикеток и под лакированного венчика крышек на стеклянных банках типа СКО-581, СКО-582, СКО-83-1, СКО-83-5. Каркас – сварная металлическая конструкция из проката, который крепят все узлы и детали, кроме электрошкафа. Конвейеры представляют собой роликовую цепь с шагом 19,05 мм к внутренним пластинам, которые приварены прямоугольные пластины. Йодные лампы крепят в специальных кронштейнах и устанавливают в фокусе параболического отражения. На верхних уголках огибающих каркас смонтированы теплоизоляционные колпаки, образующие камеру сушки. Привод машины представляет собой мотор-редуктор, на выходном валу которого установлена звездочка приводной цепи с шагом 15,875, передающие вращение на звездочку приводного вала. Натяжение этой цепи осуществляется натяжной звездочкой, ось которой не может перемещаться в пазу. На приводном валу три звездочки, крайние закреплены на шпонках, средние свободно вращаются в подшипниках. Таким образом осуществляется привод двух крайних конвейеров, движение которых направлено в одну сторону. Натяжение их производится на приводном валу с помощью ползунов, которые под действием натяжения винтов могут перемещаться в пазах щек. Привод среднего конвейера, движение которого должно быть направлено в сторону, противоположную движению крайних конвейеров, осуществляется через контрпривод, состоящий из двух валов, связанных цилиндрической зубчатой передачей. Банки с наклеенными этикетками поступают на первый пластинчатый транспортер и в зону сушки, где подвергаются облучению йодными лампами. Установленными в шахматном порядке по обе стороны транспортера. При движении банки переходят с одного транспортера на другой, затем на третий, дважды меняя направление движения. Узел блокировки предназначен для срочной остановки машины и выключения ламп. Техническая характеристика сушилки представлена в таблице на слайде. Сушильная установка R3-FPM-208A предназначена для контроля, мойки, сушки и дезинфекции яиц. Выпускается в двух модификациях. R3-FPM-208A для автономного использования и R3-FPM-208A для работы в агрегате с машиной R3-FPM-206A для разбивания яиц. К сварному корпусу машины R3-FPM-208A крепятся устройства загрузочное 2 и распределительное 3. Над ними смонтирован продольный замкнутый конвейер 4 из армированных резиновых роликов специального профиля. На загрузочном корпусе под полотном роликового конвейера установлена кабина Авоскопа-14. В камере мойки 7 над конвейером наколеблющихся в вертикальной плоскости опорах смонтирована плоская перфорированная щетка 6, на которую подается моющий раствор. Сушка обеспечивается вентилятором 10. Привод насосов, щетки и моющего конвейера от одного электродвигателя. Модель R3-FPM-208A используется совместно с машиной для разбивания яиц. Р3-FPM-206A лотка и самостоятельного привода не имеет, но снабжена фильтром для стерильной очистки воздуха. Модель R3-FPM-208A-01 предназначена для индивидуального использования. Имеет привод для роликового конвейера и для лотка. Эти машины сочетают в себе две операции – мойку и сушку яиц. Технические характеристики установок представлены в таблице на слайде. Сушильный агрегат КС-100 относится к типу атмосферных, воздушных, с принудительной циркуляцией сушилок, непрерывного действия, с огневым колорифером, расположенным вблизи сушильной камеры. Особенностью этого агрегата является совмещение двух процессов – сушки хлебных ломтей и охлаждение их перед упаковкой. Агрегат представляет собой металлический каркас, обмурованный красным кирпичом. Внутри этой камеры расположен цепной двухниточный конвейер с шагом цепи 140 мм, на котором подвешены 224 люльки-кассеты. На каждой кассете 90 ячеек, для вертикальной укладки в них ломтей хлеба. Движение конвейера осуществляется от приводной станции, состоящей из электродвигателя, клиноременной передачи, червячного редуктора и пары цилиндрических шестерен, одна из которых установлена на главном валу. Каждая ветвь конвейерной цепи опирается на 11 звездочек и перемещается по направляющим из уголковой стали, прикрепленным к каркасу обмуровки. Движение конвейера прерывистое, что вызвано необходимостью загрузки кассет продуктом. Камера по высоте разделена на зоны. В нижней зоне происходит интенсивная сушка, в средней сушка до установленной влажности, в верхней остывание сухарей до температуры 30-40 градусов Цельсия. Сушка сухарей производится воздухом, нагреваемым в огневом колорифере. Для регулирования количества и направления нагнетаемого в камеру воздуха предусмотрены шиберы. Часть отработавшего воздуха из первой зоны выбрасывается через окно, расположенное в передней части камеры. Остальной воздух через решетку в полу камеры направляется в смеситель колорифера на рециркуляцию. Для остывания сухарей в верхней зоне камеры воздух поступает из помещения через отверстие, находящееся в верхней части загрузочного фронта. Топка предназначена для сжигания твердого или газообразного топлива, поэтому состоит из двух камер, соответственно оборудованных. Для газообразного топлива используются инжекционные горелки системы Царика, среднего давления, с ручным регулированием расхода газа и автоматическим дозированием воздуха. Эти горелки просты и удобны в эксплуатации, обеспечивают хорошее качество смешивания газа с воздухом, надежное зажигание смеси позволяет автоматизировать процесс сжигания газа в топке. Эксплуатация сушилок КС-100 с огневым колорифером КС-101 позволяет значительно повысить производительность и улучшить условия труда обслуживающего персонала, стабилизировать технологический процесс и качество готовой продукции. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и технические характеристики конвейерных сушильных установок. Благодарю вас за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!